Скажи, пожалуйста, вот застройщики, ну там, понятно, ведут себя немножко по-разному. А есть хоть какие-то, не знаю, данные, как себя ведут потребители? Ну, помимо вот этой истории с ажиотажем до первой половины марта, а дальше-то там что происходило? Учитывая, что вы же не только БНМАПРО, вы там родственные с БЭС Новострой. Да. Позволю себе разделить ответ на две части. Значит, первые, вот индикативные итоги марта месяца, на 1 апреля, что у нас произошло с экспозицией, ценообразованием на рынке новостроек Москвы, без учета элитного сегмента, потому что с элитным сегментом там тоже не очень понятные истории, слишком разнятся показатели у разных проектов. Ценник снизился, и снизила средняя цена за квадратный метр, снизился средний пункт покупки. Размер снижения незначительный, 1,28%. Процента, соответственно, это прямо на грани ошибки наблюдения находится, или расчетные ошибки. Поэтому... Когда постоянно используешь слово «индикативный», ты можешь расшифровать для обычного человека? Это когда мы берем очень большую, крупную расчетную единицу, которая показывает движение, условия ценообразования в большом крупном регионе, без учета разницы локальных агломераций, без учета разницы в классах. Это, конечно, важно, чтобы понять какой-то глобальный тренд, но для того, чтобы понять... Можно сказать, что это некая средняя температура по больнице? Да, это достаточно средняя температура по больнице, причем которая еще очень сильно зависит от влияния там баланса квартир, квартирографии на экспозиции, активности развития новых территорий, выхода новых проектов. И всегда поведение этой индикативной средней цены нужно расшифровывать, потому что всегда за поведением этих цифровых следов есть некий механизм, который вот к этому привел. Всегда есть причина, почему это происходит. Но вообще, да, чуть-чуть стало доступнее. Чуть-чуть стало доступнее. Объем экспозиции вырос по сравнению с январем, то есть явно люди добавляли новое предложение. Да, он вырос, тоже вырос незначительно на 2-3%, но опять же это есть некий показатель. Я просто тут себе вопрос отложил, это в тех проектах, которые уже строились, просто увеличили объем. Да, мы говорим вообще про все новостройки, потому что мы новостройки делим на два типа. Есть новостройка на этапе строительства, это подавляющее большинство предложений. Но есть новостройка, которая же введена в эксплуатацию, но продается от застройщика. Она попадает уже на территорию вторичной недвижимости, но предложение предоставляется юридическим лицом, а не физическим лицом. Поэтому я сейчас говорю про оба этих сегмента, но мы понимаем, что там 92-95% это предложение в строящихся объектах, и вот эти там 5-7%. Я имею в виду в другую сторону смещения, то есть сюда попали, но тогда другой вопрос, а сколько новых проектов вышло? Не очень много, я сейчас не вспомню тебе цифру. Какую долю в этом объеме не занимает? Незначительную? Я думаю, что незначительную, но чтобы совсем не ошибиться, специально я это не смотрел, мы это все отдельно рассмотрим в конкретном отчете. То есть по сути дела речь идет о том, что в тех проектах, то есть это не масса вдруг появившихся новых проектов, это лоты, которые появились в тех проектах, которые уже строились. То есть это выход в новых корпусах, да, я вообще испытываю сомнение, что в текущих условиях проекты будут быстро выходить на рынок в новых условиях. Ну вот это следующий вопрос, да. Потому что объективно достаточно велика цена ошибки. Поэтому у нас, скорее всего, во-первых, все дальше будет победа европланировок, классических планировок, скорее всего, останутся только в некоторых проектах бизнес-класса, которые свойственны сейчас только старой Москве, там каких-то, может, премиальных объектов. Но я думаю, что массовый сегмент полностью подрушится только с европланировками, и мы еще увидим там дополнительные решения, типа в проходном коридоре мы поставим кухню, потому что коридор это неправильно, у нас появятся более активные, будут использоваться всякие планировочные решения, где у тебя мокрая точка посреди квартиры, потому что тоже позволяет очень компактно расположить все вокруг этой мокрой точки. А раньше у нас, например, это было не очень так воспринималось объективно. Я думаю, что вот в этом направлении тоже массовый сегмент, конечно, начнет. И, конечно, очень вероятно, что начнется увеличение доли студий. Ну, ситуация не самая приятная, но очень вероятно, что мы это увидим. Ну, ты же наверняка заглядывала в историю какую-то, в 15-м году. По оценкам моих коллег, было все не сладко. Да, в первую очередь активности, спроса было очень мало. И, собственно, поведение, экономическое поведение очень быстро свернулось. То есть тот объем спроса, который был до этого, он пошатнулся и урезался. Я бы сказал, что это вообще реально 2014 год, потому что у нас же 2014 год, это внезапное возвращение Крыма в родную гавань. И все последующие за этим эксцессы с ним связанные. Вообще непоказательно этот период нашего марта, в том числе, как ты правильно сказал, очень многие не чувствуют земли под ногами. Поэтому многие, например, вторичные риэлторы говорили, что у нас объем предложения сократился. Люди просто сняли с витрины квартиры, потому что они не понимают, а вот я сейчас ее продам, и куда я буду это вкладывать, куда я этот освободившийся кэш. Ну, то, что я слышал у риэлторов, потому что человек все-таки в большинстве своем продает что-то, чтобы купить лучше, больше. А выгода была купить лучше и больше в новостройках. А поскольку улетает ипотека за 7%, а вторичка, даже если я, предположим, не рассматриваю новостройку, вообще улетает в небеса, я вообще ничего себе купить не могу. В итоге, конечно, лучше подождать. Да, и сейчас вторичный рынок будет испытывать на себе очень сильное давление в плане снижения условий ценообразования, потому что разница, я так понимаю, 12-22%. А вы смотрели разницу сейчас по цене, ну, условно говоря, в соседних локациях, сколько стоит, ну, там, вчерашняя, так называемая, новая вторичка, да, которая строилась у того же застройщика, но она закончила там, уже там люди заселились, и то же самое, что есть сейчас. Какой разрыв-то? Смотри, сейчас будет интересно это наблюдать, мы это наблюдать, скорее всего, выводы подведем вот в апреле, что у нас было по итогам февраля. То есть новая вторичка, которая продавалась у застройщика, особенно в бизнес-классе, то есть это достаточно старые форматы в основном оставались, за метр она стоила дешевле, чем даже новостройки на этапе там начала работ на площадке. То есть это там уровень, начали подготовительные работы, оно уже стоило дороже, чем вот эта старая вторичка, да, ну, условно, старая новая вторичка, которая еще продается застройщикам. В том числе это было связано... Еще продается застройщикам, да. Да, там очень много было завесонов, там годы с 12-го, с 11-го, все, что еще подавалось у застройщика. Но там была особенность очень явно этих продуктов. Это были большие планировки, то есть там средняя площадь лота была условно 90 метров, а у остального бизнес-класса 72-75. Но есть мнение экспертов, что те, у кого без эскроу, они имеют возможность из-за отсутствия дисциплины банка сейчас покупать по каким-то специальным ценам стройматериалы и прочее, прочее. И если у них есть, что называется, бабки на то, чтобы достроить, то вероятность того, что у такого вот застройщика в стройке все нормально, только мы этого не знаем. Есть у него бабки или нет, это одна проблема. Рулетка такая. Что он более вероятно достроит, чем обслуживание банка, а где банк еще берет свои проценты за проектное финансирование и прочее, прочее. Это гипотеза, это гипотеза, и на весь рынок ее масштабировать нельзя. Это ж всякие частные случаи будут определены. А есть у вас данные, сколько сейчас, ну даже опять в среднем, ну желательно по Москве, а есть по Москве проекты без эскроу, кроме апартаментов? Даже те, которые были без эскроу, потом начали все равно вводить эскроу, потому что легче объяснить, у меня эскроу. Людям. Ну да, у меня эскроу. Просто во многих регионах, особенно вот мы говорили про Сочи, наоборот, обратный эффект пошел. Опять начали строить вот бумажку, я тебе бумажку, а ты мне денег на счет. И все. Да, да, да. Ну это у них так и было в Сочи принято, причем... Это предварительный договор или как-то договор купли-продажи будущей вещи? Да, 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 такой фьючерс. Вот, поэтому, во-первых, конечно, если про эскроу, если про эскроу, то деньги ваши лежат на банковском счету, и в случае дефолта вы их через какое-то время получите ровно в том объеме. Конечно, мы не можем гарантировать, что квартира будет на тот момент столько же стоить, но деньги вы, по крайней мере, получите. Либо будет конкурсный застройщик, который это дело достроит, и вы получите эту квартиру, если вы согласитесь. Скорее всего, со снижением качества, точно, потому что там будет задача достроить в рямках безопасности, но не уже соблюдением каких-то... Да, поэтому все равно риски остаются на вас, но единственное, что в связи с эскроу государство гарантирует вам, что эти деньги никуда не пропадут, по крайней мере. Не будут, как это, финансироваться несливым образом. Они не будут, как в том этапе, сниспи, жена. Если посмотреть на структуру сделок, 21-й год в Старой Москве, это 60 или 61% с ипотекой, 40% без ипотеки. Откуда брали деньги эти 40%? И в том числе брали деньги та часть, которая вошла в ипотеку. От продажи своей вторички. А вторичку ты в большинстве случаев тоже бы продавал в ипотеку. А сейчас ипотека на вторичке стала еще более недоступна. Значит, часть сделок на вторичке уйдет, и люди вообще пересмотрят свою необходимость купить что-то побольше, потому что непонятно, как ты будешь продавать свою вторичку, ты же ее рассчитывал продать подороже, а был вынужден выходить на сделку с дисконтом, потому что ипотека у тебя не такая выгодная, как на первичке. Субсидированные ставки у тебя нету. Соответственно, ты не можешь сравнивать сейчас вторичный рынок и первичный рынок по номинальным ценам публичного торгового предложения, потому что у тебя абсолютно разные финансовые механизмы работают и на первичном рынке, и на вторичном рынке. И вторичный рынок, недоступны дешевые деньги, ипотеки, субсидированные ипотеки, там нет никаких акций. Поэтому у тебя возможность продать вторичку сохраняется, но ты должен будешь серьезным образом пересматривать цену на нее. Особенно там старый фонд. Так получается, что история, что ты знал, что у тебя квартира растет, 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 а на кровле она стоит дороже, чем на фундаменте, к сожалению, эта модель ценообразования начинает тоже меняться, перетерпевать изменения. Не будет такого постоянного роста на кровле, потому что вот здесь у тебя есть кровь, а вот здесь тебе надо продавать. И после ввода в эксплуатацию ты уже начинаешь руководствоваться дополнительными стимулами. Соответственно, очень сильно это ударит на стоимость вторички. Значит, у тебя потенциальный рост в первичном жилье тоже замедлится. Сохраниться он может, если только ты будешь ставить более низкую стартовую цену. А ты ее не можешь ставить, потому что у тебя увеличились издержки, у тебя там увеличилась смена в РАИ. Тут получается определенный клубок противоречий. А в любой клубок противоречий заканчивается снижением активности. Если людям непонятно, то они не останавливаются. Соответственно, исходя из всего вышеперечисленного, будет снижение в ее процентном соотношении. В объеме этого снижения можно разное прогнозировать. И здесь нам нужно понять, какой методологией пользоваться, чтобы какие-то объективные... Про снижение, не про цены, про снижение объема, про снижение активности. Да, про снижение объема поглощения. Слушайте внимание, потому что когда Сергейского просил, это тоже касалось объемов сделок, а не цен. Продолжение следует...